Добрый вечер, дорогие одесситы! Медианформ продолжает свои вечерние программы. 737-73-10, телефон в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы, вы можете высказываться. У нас вчера был день вооруженных сил Украины. Это тех самых вооруженных сил, которые в совершенно немыслимых условиях отстояли независимость нашей страны в борьбе против многократно превышающего его в техническом оснащении противника, в борьбе в боях с одной из самых сильных армий мира. У нас состоялась армия, украинская армия состоялась в ситуации, в которой она много раз была и разворована, и предана. И были изменники, которые, получая назначение, переходили, адмирал в частности был, который получил назначение командующим украинским морским флотом, и военно-морским флотом тут же перешел на сторону врага. То есть такие случаи были, к сожалению, десятками, сотнями. При этом, при всем, наша армия выстояла, состоялась, а помогло и все население Украины. Совершенно беспрецедентный случай всенародной борьбы – это участие волонтеров в снабжении медикаментами, оружием, боеприпасами, питанием, просто человеческим теплом. Это была всенародная борьба, и этих волонтеров было очень много. Кто-то месяцами, кто-то годами, кто-то по сей день занимается волонтерством. Это действительно всенародная поддержка армии. Вчера я присутствовал, я отчасти участвовал в одной из таких вот акций по поддержке вооруженных сил с участием ветеранов вооруженных сил и так далее. Двое волонтеров из этой группы, которая вчера организовывала, значит, вот этот день поминовения и день праздник вооруженных сил Украины, сейчас у меня в гостях – это Оксана Харитонова и это Алена Балаба. Здравствуйте, очень рад вас видеть у нас в студии. Я так понимаю, что квест, который состоялся, это, в общем-то, какая-то методичка, какая-то наработка, но кроме ритуала там было еще какое-то глубокое такое патриотическое содержание. Я его, честно говоря, не увидел. Люди абсолютно без патетики. Людям было интересно, весело, холодно, морозно. Но это люди, которые там прямо знакомились, в общем-то, кто-то подружился, кто-то просто представился. Были там и кадеты из бывшей севастопольской школы, лу-мореходной, которая теперь одесская, совсем молодые ребята, которые пороха не нюхали. Были реальные молодые, совсем молодые ветераны АТО, которые побывали на линии фронта и у которых тоже есть серьезные проблемы, о которых я хотел бы говорить, потому что они пришли сюда на гражданку, а здесь, что называется, чиновник уже совершенно по-другому на них смотрит, как на лишнюю абузу. Я обязательно хочу их пригласить, кого-то из них в эфир и поговорить с ними на эту тему, что после фронта. Потому что вот это моральные травмы, с которыми, да и не только моральные, физические, с которыми эти люди приходят с линии фронта, это тоже наша боль, это тоже наша забота. Это люди, которые нас спасли как государство. Я не хочу как бы впадать в патетику, тем более это ребята абсолютно земные и очень доступные. Меня поразило, что никто из них не геройствует, никто из них не выпендривается, что они абсолютно земные и доступные. Расскажите, пожалуйста, о этом своем волонтерстве, потому что вы ведь в этом деле много лет уже провели, как бы помогая армии. Выезжали в зону АТО, насколько я понимаю, тоже. Да, да. Знаете, как постепенно меняются отношения, меняется климат, и прямо там напередки уже совсем другая история, совсем другое состояние гражданского, как бы мировоззрения. Как это все у вас произошло? Вы ведь с самого начала в волонтерском движении. Я больше как информационная... А я больше в допомозе, именно в допомозе, в поездках, в тут, на месте, сборы. И это с самого начала. Как это получилось? Что это вас подвинуло? Ну, не знаю. Я, напевно, на то, что я патріот України, напевно, тому я на це и пішла. И мне казалось, что, когда это все началось, что это моё, и без меня там ніяк, и мне нужно что-то делать. И мы начали... Самый мой начаток был, это была бригада 121, это бригада связисти Дніпропетровск. Я не знаю, я навіть не могу зараз гадать, как у нас это началось с ними, со співробітництва, где Дніпропетровск, ну, Дніпро, и где находится Одесса, и мы начали им допомогать. И вот так мы им допомогали, мы сбрали машину. Как ваши близкие отнеслись к этому вашему служению? Все мои близкие заняты в цей самій справе. Я так понял, что вы вообще человек очень энергичный, в каком-то смысле заразный. То, что вы делаете, хочется делать всем остальным вокруг. Так, ну, вы заметили, напевно, что... Да, да, да. Так, я могу завести, я могу всех подбить, я могу... Что сорганизовать? Оксана, война рано или поздно кончится. Чем вы будете заниматься? Вы вообще у Алексея Толстого такое произведение под названием «Гадюка» помните? Читали? Да. Я понимаю, о чем я говорю. Я говорю о том, что после войны наступает мир. Ненависть осталась, классовая в том числе, и национальная, и религиозная, любая. Фронтовая, да? Значит, остались раны и душевные, и физические, и у вас, и у ваших подопечных. Что будет с нашим молодым ветераном, с нашим молодым волонтером, который вошел в мирную жизнь, а она его не ждала, а она совсем по другим законам существует? Вы этот конфликт для себя как-то отслеживаете? Для себя так. Но мне кажется, что то, что мы делаем, то, что мы стараемся делать, и даже в этом вчерашнем нашему квесте, который приходил, мы стараемся их приводить до тями, мы стараемся их социализовать, мы стараемся вытянуть за какой-то такой своей депрессией. Вы извините, у меня ехидный вопрос. Кто не дотянул до тямы Поросюка, там, я не знаю, Семенченко, вот все эти вот ребята, которые сидят в Верховной Раде, теперь сидят в военной форме, лягаются ногами, приходят там, ведут себя непотребным образом. Они же реально были на линии фронта. Я так понимаю, что у нас линия фронта отчасти переместилась вовнутрь властных структур. Кто был на фронте, кто не был на фронте, друг друга как бы вот отслеживают и интригуют. Я уже не говорю, что просто дерутся. Я видел российскую передачу на эту тему. Они их иничают, издеваются. Им нравится, когда у нас дерутся фронтовики с нефронтовиками. Вот это вот все. Вы переживаете? Да, я дуже переживаю, потому что это очень плохо. Мы стараемся как-то сединать с Украиной. Мы стараемся, чтобы это все было по-доброму, по-мирному. Мы хотим перемогу для Украины все вместе. И то, что проходит в Верховной Раде, это, что проходит между офицерами, между волонтерами, потому что у нас есть разные ситуации, кто-то геройствует, кто-то так ясно сидит. Это очень плохо. Поэтому, я не знаю, нам, нам, вам, как-то надо это откинуть, откинуть вот этот негатив и стараться... Но как откинуть, если все продолжается? Нет, мы на самом деле мы как раз-таки выходим из этого. И мы за ним... Ну, пока государство, еще вот эта большая государственная машина, полумертвая, полумертвая, полугнилая, разворачивается, а мы уже делаем. По-любому человек возвращается с фронта. И большая, резкая смена картинки говорит о том, что ему тяжело адаптироваться. Ему положен какой-то надел земли. Он идет в соответствующий отдел исполкома, его посылают в другое подразделение. ОБД, оформление документов. То есть, это по-любому есть волонтеры по разным направлениям, которые им помогают. Это разные волонтеры, не только вот лично моя там и лично Ксюшина. Это все волонтеры, которые есть по направлениям, которые помогают. Которые выбивают после госпиталя какую-то путевку в санаторий, реабилитацию в санаторий. Который... Есть девочка-волонтер, наша девочка-майдановка, которая в Прикарпатье. У них там целая большая база. Насколько все это продолжает вы всех их знаете лично. Во всяком случае, более-менее активных. Которые неустанно продолжают в каком-то определенном направлении двигаться. Вот Паша Палмарчук поразительно вписался в медицинскую специфику. Он разбирается во всех онкологических заболеваниях, в ВИЧ-инфицированных лучше, чем профессиональные врачи. То есть, к нему обращаются за справками просто за информацией. Куда обратиться, где достать аппарат, где систему, откуда взять деньги. То есть, вот он держит на себе целый пласт. Это начальник-главка на самодеятельных условиях поразительно. С бешеной скоростью, с огромным объемом оперативной памяти этот человек затыкает с собой все медицинские дыры. Не только по отношению к участникам АТО, но по отношению к ним в первую очередь. Вот я смотрю, вас ведь, вы движенцы, вас не нужно искать. Вы уже все есть, вы все на виду. Вы друг с другом какую-то структуру управленческую не видите перспективу. Вы для себя управленческую, административную или политическую карьеру не видите в ближайшем будущем, поскольку вы уже определились как социально активные люди и специализировались. Можно я скажу, отвечу на этот вопрос. Ну, каждый человек разный. Кто-то действительно пошел в волонтерство, преследуя какие-то свои амбиции и зайти во власть и, возможно, руководить. Но в данной ситуации, что для того, чтобы спасти Украину, да, как единое унитарное государство, почему вот так волонтеры и все выдвинулись? Потому что они стали создавать параллельную реальность, параллельную структуру этому государству, которое держится на всех этих советских принципах, которые вот на самом деле очень здоровы. В этой реальности обитает, находится та самая справедливость, которую ваши ветераны не могут найти за ее пределы в государственных структурах, в чиновничьем мире. Но по-любому, по-любому, все равно перемены есть. Они, может быть, просто кто-то хотел каких-то очень быстрых и скорых перемен, да, после революции, потому что это резкая смена курса. Но их не произошло резких перемен, так не бывает. Но по-любому, люди очень сильные и то, что там изменились эти 10, 15, 20 процентов общества, у нас сейчас происходит смена, но я надеюсь, наконец-то реальная смена аппарата управления областной администрацией. Областным советом я не знаю, это, видимо, выборные уже технологии нужны, но аппарат администрации сейчас объявил конкурс и, видимо, там будет сразу несколько десятков или сотен вакантных мест, в том числе и социальная работа. Вы делаете социальную работу бесплатно, кто-то за ее формальное курирование будет получать зарплату. Это неправильно. Ко мне обращаются, как к журналисту, извините, пожалуйста, я не так давно видел. Ко мне обращаются просто знакомые. Где справедливость живет? Если у вас на канале можно сказать правду, где эту справедливость искать? Обратился ко мне, я напоминаю, боксер Александр Ситько, вчера ко мне обратился. Жена больная, вся жизнь отдана государству, налоги платил, в горячих точках участвовал, лечить нечем. Говорит, давай я об этом по телевизору скажу. Саша, я рассказываю. Справедливость существует там, где существуют неравнодушные люди. Я очень хочу, чтобы наши гости и те, которых они представляют, вошли во власть, по крайней мере, в регионе. Тогда у нас наконец-то справедливость и власть будут существовать в одном здании, а не так, у этих департамент и деньги, а у этих желания и полная беспомощность организационная. я хотел бы, чтобы у вас менеджмент появился. Я бы не хотела входить в ту старую структуру. Я бы хотела входить и делать все под себя. Под создавать свою команду. Естественно. Понимаете? Поэтому я не хочу быть винтиком старой. А меня уже предупреждают. У тебя Балаба была в эфире, она экстремистка. Ты что делаешь, ты ее пропагандируешь. Я говорю, ребята, она вместо вас пришла. Я хочу, чтобы она в этой структуре сидела внутри. Тогда я буду знать, кому... Вот Саша Ситько, пожалуйста, к Балабе, потому что если есть справедливость, она существует там, где есть Оксана и там, где есть Алена. И там сотни людей за ними стоят, потому что это люди неравнодушные. Ну просто у нас хорошая коммуникация между всеми и действительно есть такое как бы волонтерское ядро в Одессе, очень сильное, которое не подвержено никаким сварам, разборкам, которые могут двигаться... Так может все это ядро и надо переместить в зону обитания наших руководителей? Ну зачем нам был демагог и болтунц, в Акашвиле, когда у нас есть вполне совестливые высокопрофессиональные люди? Ну, по-любому, как бы на тот момент по закону это решал Киев, а сейчас это все-таки... Сейчас он спросил у нас, по крайней мере формально. По крайней мере формально. Кто из вас выдвинутся, хочу я знать. Я знаю, что выдвинулись люди. Есть несколько человек, которые были... Но стесняются признаться. Да, которые были организаторами Одесского Майдана и они готовы были, то есть там, по-моему, до 15-го принимаются заявки и 18-го... Тут есть еще один момент. Когда-то я вместе с несколькими предпринимателями, которые пользовались моими консультативными услугами, но я им подсказал. Вот идет во власть или пытается бороться еще с Валентином Симоненко на одном округе молодой, перспективный экономист, очень интересный, умный журналист, такой хороший, демократически ориентированный, куриной Володя. Но нету ни денег, ни пропаганды, ничего. И я ему, журналисту, писал как бы листовки и так далее. Он сейчас в администрации президента, он забыл город Одессу и вообще, говорит, коррумпирован до кончика в уши. Понимаете? Ведь люди, попавшие во власть, очень сильно меняются. Вот. Поэтому, понимаете, это большое искушение. Огонь, вода и медные трубы. Медные трубы – самое сложное искушение. Поэтому очень важно не испортиться. Огонь и воду, я понял, вы обе уже просилили. То есть впереди медные трубы или вы не хотите туда вступать? Скажем так, я себя не вижу в чиновничьего. И я не вижу себя в чиновничьего. Но что касается действительно помогать и направлять, без проблем абсолютно. А то, что касается… Можно я немножко расскажу? Чтобы помогать… Да, конечно. Чтобы помогать и направлять, нужен статус. Возможно, возможно. Но наше волонтерское движение – это как параллельное государство. Я так думаю, что оно постепенно вытеснит вот эту старую советскую систему, номенклатурную систему, так или иначе. Потому что мы сильнее, мы энергичнее, и нас становится с каждым годом все больше и больше. А по поводу квеста… Вы готовы… Да, по поводу квеста… Можно я вот буквально два слова? Почему? Потому что он называется «Единая краина», это не случайно. Вообще, как бы идею нам подбросила девушка, которая живет в городе Горишноплавный. Горишноплавный. Да, Ксения Быкова. Она очень известный волонтер в Украине. Это та девочка, которая первая доставила на фронт старый пулемет «Максим» 1916 года. Ну, у меня тоже есть позитивный пример. Обратился Корватский ко мне, знаете, известный волонтер, живущий в Ильичевске, в Черноморске. Им, он полковник украинской армии в отставке, он мой одногодок. Так вот он вез на машине какие-то медикаменты, еду, еще чего-то, одежду зимнюю, туда в зону. И он рассказывал, через какие милицейские кордоны ему приходится пробиваться. И у них начали забирать, вплоть до того, что машину забирать. Значит, эти милиционеры, которые вообще служат в Запорожской области. Ко мне эта информация прибыла не только от него, а от моих знакомых из Днепропетровска. Я по этому поводу сделал телепередачу. В следующий раз Корватский едет по этому же маршруту, готовится к схватке с милиционерами. Там стоят милиционеры, поджав лапки, и говорят, ну что же вы так уж. Потому что нужно быть прозрачным и публичным, для того, чтобы тебя не трогали. Если эта площадка действует, давайте технологизировать. Давайте не то, чтобы чаще, как бы более развернуто. Где у нас медицина, где у нас образование, где у нас... То есть давайте тогда этим инструментом пользоваться. Понимаете? Просто приходите и делайте заявки. Если мы можем просто сделать передачу, остановить беспредел или ограничить его, или добиться того, что кто-то вмешался и сказал этим ментам еще раз тронешь. Я же понимаю, что какой-то начальник вмешался. Кто-то увидел по телевизору это, а кто-то передал в Днепропетровск. И там это показали. И какой-то начальник обнаружил, сейчас до меня доберутся, надо наводить порядок. И этим вот ребятам, которые грабили наших волонтеров, дали по шее. Они стояли как хомячки, вот так вот. И отдавали чеки. Это было, наверное, с начала, это было 14-го начала 15-го года, еще такое было. Я, честно говоря, совершенно опешил, я даже не ожидал такой результативности от моего вот этого рабочего места. То есть честно должен сказать. Чем публичнее и прозрачнее, тем как бы проще потом двигаться человеку. Это правда. К квесту вернемся. Да, конечно. И мы, получается, что мы, это второе наше, то, что мы проводили вчера, День вооруженных сил Украины завтра, а сегодня День волонтера. А вчера мы проводили, потому что был выходной день, потому что ни День волонтера, ни День вооруженных сил не являются официальными выходными. Это, в принципе, правильно. А первый выходной, который был, это был вчера. Ну, вот, перед этим праздником, это был вчера. Поэтому мы его быстро проводили. Ксюша Быкова нам подсказала идею И сказала, что этот квест проводится Это ребята Которые возвращаются с фронта Которые залезли в свои коробочки И не хотят выбираться То есть у них есть какая-то Своя обстановка И они тяжело переносят Действительно, переход из войны в мир Наш мир Этот переход можно продолжать всю жизнь Да, конечно, это очень тяжело Это психологически очень сложный процесс И он не одноэтапный Кроме того, есть семья, есть знакомые Есть друзья, есть недруги Есть какая-то реальность, которую ты не очень понимаешь Есть несправедливость по отношению к собрату Есть какие-то раны физические Моральные и так далее Есть страшные контузии, есть ранения Действительно, очень тяжело переносятся И у нас, например, второй раз принимает Коля Поклад Один наш боец, он на протезе вчера Он пробегал весь квест Квест был пешеходный У нас звонят к нам в эфир Слушаем внимательно вас Алло, Ура Алло Здравствуйте Да Мне непонятно Мне 81 год Непонятно всю жизнь Говорят про эту войну Какая война Когда с закрытыми лицами Во время войны Отечественной войны Когда нападения друг на друга С одной стороны С одной стороны враг и другой Шли лавиной А здесь так Сидят в кучах Постреляли Замолчали А будете добры Задайте вопрос, пожалуйста Вопросы нет Это война Я понял, спасибо На самом деле здесь не было вопроса И не было То есть было желание Свою точку зрения Вам сообщить Нам сообщить Мы услышали Ну всю жизнь, наверное, про войну не говорят Война, в общем-то, идет С весны 14-го года Наша телезрительница сказала то Что ее волнует Что та война была с открытыми лицами И та война была Сплошной миф о героизме А здесь слишком много противоречий И недоброжелательства Причем здесь лица при этом закрываются То есть эта война Сильно не похожа на ту В рамках которой она Которую прежде Ну это известно Что все наши генералы Готовят армию К войне прошлой Которая закончилась К будущей войне Очень мало желающих И умеющих готовить И кроме того У нас сейчас пропаганда Получилась как бы Многоуровневая И тогда была одна точка зрения Единственное правильное И весь народ ее разделял Поскольку другой не имел За редкими исключениями Но этих сажали психушки У которых исключение А здесь другая ситуация Слышишь противоречивую информацию Должен выбирать себе позицию Не всякому человеку Это по плечу и по мозгам Доступно Поэтому вот есть такое Типа помогите мне разобраться Я не знаю что Слишком А что это за война Которую они объявили А что это за война Когда две воюющие стороны Еще в торговых отношениях Друг к другу Они еще просят у нас воду А мы просим у них Там еще горючее Да И получаем его И рассчитываемся через банки Ребята А это что такое А контрабанду мы делаем Вы знаете это И я это знаю Называют словом Назвали словом гибридное И стало легче на душе Что ли Война это подлое занятие Понимаете И все наши легенды О массовом героизме Они затем и легенды Чтобы порождать Еще одно поколение Обманутых На войне Лучшие люди Становятся лучше И первыми гибнут А худшие Становятся хуже Там поляризация Героизации Героики Вообще как бы нету На войне Есть суровая На войне без героики Не обойдешься Обстановка Но тем не менее Да Тем не менее То есть Я хочу сказать Что действительно Те люди Которые воюют Которые там По полгода По году сидят На нулях Они не выпячивают Они не рассказывают О том Как действительно сложно Кто дит Кто там сидит Они молчат Это правда А когда ты к ним приезжаешь И когда допустим Ты разговариваешь Когда ты видишь Эту всю обстановку Когда только начинает темнеть И начинает обстреливать С той стороны И обстреливают Серьезным оружием Кидают мины сейчас Перемирие Минские соглашения Кидают мины Мины могут разорваться Прямо вот тут Под боком А могут не разорваться А разорванные лежать Еще какое-то количество времени И это все Ну Человек такое существо Которое ко всему привыкает Привыкаешь к обстрелам Привыкаешь к тому Что Если ты сойдешь на обочину Наслаждать где-то воду Медикаменты Хочется о ближних Конечно Я понял Там огромное количество Бывших домашних животных Бегает их Быстро приспособили Нет уже такого нету Как бы То что Кого оставляли Бросали Это Вымерли в первую зиму Кого-то спасали Наши Отправляли буквально Я знаю Что ребята Марпехи мне рассказывали О том Что Люди уходили Когда В летом 14-го года Они оставляли Привязанных собак Вот Собаки на цепи А мы Говорит Заходили в дом И первое что делали Отвязывали Наливали им воды И шли дальше То есть по-любому Кто-то забирал Потом переправлял С волонтерами Или сам привозил Домой Вот таких вот животных То есть Сейчас такого Что там бездомные животные Там Мариуполь полон Бездомных животных Нет нет Такого нету Появилось уже Огромное количество Ряженых Которые поют Патриотические песни Уже не про Афганистан Их не так тоже много А их будет больше Но на самом деле Вот Летом 14-го года Нас сильно пугали Что сейчас Вот волна Волна беженцев И будут просить Милостыню В поездах В ламбаях Но этого не случилось По-любому Семьи принимали Беженцев Вынужденных Переселенцев Как волонтерские У нас в Одессе Около Я не знаю Там 20 волонтерских Организаций Которые занимаются Сугубо семьями Кооперируются Да Пристраивают Находят работу Может это и есть Будущее наше правительство Во всяком случае Желаемое будущее Потому что это люди У которых есть совесть Которые делали что-то бесплатно Понимаете Может быть их-то и надо В социальной Ведь в первую очередь Смысл существования государства Это социальные гарантии населения Естественно Так на кого это надо возложить На На тех кто уже Уже в этом качестве Определился Состоялся Попробовал Почем это Или на тех Кто просто Как бы выслуживается Бегает там Бегает там Как бы бумажки носит И ждет назначения У нас ведь на самом деле Уже второе поколение Прохвостов Составляет значительную часть Горсовета Извините пожалуйста То есть по наследству Передаются места Где можно брать взятки Где можно подняв руку Заработать какие-то деньги В течение одного дня Понимаете То есть по наследству сидят люди Наследники Коррупционеры Наследственные Я не маю Навіть Уявлення Как я зараз буду Это робити Чтобы туда прийти Вот так как вы делали Это на волонтерстве Вот именно так Страты ты час Да На то чтобы Для того чтобы пробивать Там локтя Да Путь во власть Вообще Такой задачи не стоит Чтобы стоять На справедливости Вы знаете У меня здесь было Несколько формальных лидеров Вдвоем Хорошие интересные ребята Которые уже Являются молодежными вожаками Которые студенты Или молодые специалисты Которых уже назначили Они ужасно Все они не застали Комсомола Они ужасно похожи На комсомол Семидесятых годов То есть поразительно Понимаете Я их спросил Знают ли они Кто такой Павел Корчагин Потому что В книжке Как закалялась сталь Николая Островского Как раз есть момент Когда он стоит с палочкой Ветеран израненной Стоит с палочкой Он не может Он инвалид Стоит в строю Подъезжает на коне Новый начальник карьерист И говорит Отбрось палочку И тогда Павка Корчагин Который вообще говоря Заслуженный человек Он просто думает Я служу своей родине Или этому негодяю Если родине Так надо определяться И бросил палочку Понимаете То есть Вот эти ребята Даже не знают Кто это такой И у них искушения Опознать нет То есть на самом деле Как закалялась сталь Новую нужно писать О ваших Ваших этих ребятах Которых я вчера Видел там На морвокзале Понимаете Вот они и есть Та остальная Которая должна быть построена Государственная административная Система Украины А не на поросюках К сожалению Понимаете Я не знаю Что на фронте делал поросюк Но я видел Что он делал после фронта Он делал карьеру К сожалению Да Пройтись через Аминутру бы служит Да Вот Значит Что будет дальше Я понимаю Что день волонтера День армии Это один день А остальные 363 дня в году Что будут делать волонтеры Когда Когда Уйдут от Мариуполя Когда отдадут Эту самую Эту Донецк и Луганск Вернемся Донецк и Луганск Да Вы знаете Когда надо будет С этими людьми Вообще С которыми воевали Как-то о чем-то договариваться Да Сводить счеты Попутно начнут Да Тыловые С фронтовыми Очень много у нас Внешних проблем Перейдут во внутрь системы Россия стоит На такой идее Все свои внутренние проблемы Перенести во вне Российской Федерации Вот так Да И там оставить Все эти войска Всех этих инвалидов Все этих моторыл Да Известно это У нас ведь Похожие судьбы Тоже начинаются Я неспроста Спросил вас Но сейчас Я знаю что есть И она планируется На следующий год Большая программа По созданию Реабилитационных центров Это правда Там будут работать Действительно Будут набираться Волонтеры Ну и уже Наставки Которые будут работать И те люди Которые с 2014 года Имеют отношение К волонтерству К армии Когда по срокам Это будет по любому Что для этого надо Я знаю что Я знаю что Наши девочки Вот недавно ездили И смотрели Большую Большую базу В районе На Дунае То есть Там будут огромные Пока это все Не забюрократизировали До безобразия По любому Берите своих волонтеров И ставьте там На ключевые позиции Все что будет Зависеть от журналистов Я вам обещаю По крайней мере В рамках этого канала И у руководства канала Стоит на этой позиции И мы не стесняемся Если мы получили попутчика Который не нравится нам И понятно почему Открыть против него Как бы определенные действия Напрямую Не пользуясь Поддержкой администрации Знаете вы Что мы такую позицию Занимали И добились определенных успехов Не без нашего Участия Все таки В Киеве Прислушались тому Что в Одессе происходит Беспредел И это продолжается Здесь линия фронта Она должна быть информационной Тоже Поэтому я вас очень прошу Не бросайте нас Без контактов с населением Конечно И все эти контакты на вас И сообщайте о своих новостях Спасибо Спасибо Что называется без очереди А у нас в гостях была Оксана Харитонова И Алена Балаба Волонтеры Я не скажу Я не скажу просто Неформальные лидеры Волонтерского движения Я скажу что это наши Доблестные граждане Да Граждане новой Украины Спасибо что вы есть Спасибо 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 Спасибо